Доброе утро, дорогие друзья! В студии Михаил Кириллов и сегодня у нас в гостях легенды ВИА 70-х, 80-х годов Александр Акинин и Сергей Бойко. Здравствуйте! Здравствуйте! Рассказывайте, рассказывайте! Так, ну, во-первых, давайте напомним, вы не так давно у нас уже были и напомните, что у вас за проект такой? Были мы, по-моему, у вас в прошлом году весной, в марте месяце. Вот вернулись в месяц, слава богу. Вот, а проект, ну, проект наш, как бы сборная команда, которая несет в себе легендарные эти все песни, которые мы записывали, и пели, и снимали, и на телевидении, и на пластинке. Вот, и как бы эта команда, она, как бы сборная всех с разных коллективов, а как бы поем вот эти все песни, потому что мы через себя это все пропустили, как бы мы и есть. Ну, давайте окунемся, наверное, в историю, в историю, да, рассказывайте, с кем работали, как работали, как... Ну, я, в общем-то, музыкант-барабанщик, закончил музыкальное училище по классу тромбоном, и его успешно положил. Я тоже, конечно. Да, больше не трогал, да. Ну, оно не мой инструмент, очень тяжело дуть длинные ноты, каждое утро, на голодных желудок, очень тяжело. У меня это было просто... А барабаны, это мое, понимаете, вот, это мое, вот, как бы сказать, самое-самое есть, что я чувствую это, вот, оно отдача есть в этом. И я это люблю. Наверное, так. А я вообще, ну, как барабачик, вообще никто не знает, кто такие, откуда и зачем их, чем ли. Я работал с Владимиром Семеновичем Высоцким, Лесе, Песня, Красные Маки, Карнавал, с Богачевой, с Кальяновым, ну, можно перечислять с кем-то, уже не работал, с кем-то и не играл. Давайте не просто перечислим, а расскажем про них. Да, да, интересно, конечно, уже очень много в жизни, очень много всего происходило, конечно, можно и все. Я был свидетелем многих моментов, вот, могу рассказать. Обязательно, рассказывайте. Ну, давайте начнем с Высоцкого. Ну, с Высоцким мы работали в 77-м году, вот, репетировали немножко в Москве, потом, значит, разъехались, потом мы поехали в Казань, 30 концертов, 6 дней по 5. 5 концертов в день? Да, 2 утренника, выезжали, допустим, в университет, 2 концерта в 10-12, потом мы обедали и срочно ехали во дворец спорта, потому что в 3 уже концерт, 15 часов имеется в виду, конная милиция стоит. Туда потоки идут, значит, на концерт, дворец спорта заходит, отсюда выходит со дворца спорта, с концерта, вот так вот идет поток, ну, вот, ну, соответственно, мы, когда репетировали еще в Казани во дворце спорта, был такой случай интересный, значит, ну, начали говорить, Владимир Васильевич говорит, ребят, вот тут такая вот песня, вот тут вот, ну, на братских могилах не ставят крестов, и вдова на них не рыдает. Вот, вот тут так, а в этот момент у нас был Вячеслав, который пианист, вот, он, значит, смотрит гитару, он так дрень, Высоцкого гитару, дрень, и что-то не строит. Он взял так, он же, наверное, Высоцкий актер, он же не музыкант, я же музыкант, а он-то не музыкант, он актер и так далее, там, ну, песни пишет, надо гитарку ему настроить, и так настроился, ровненько и положил. Приходит Высоцкий, и говорит, ну, тут вот такая песня на братских могилах, дрынь, и так, голубо ворачивать, на всех, так смотрит, кто это сделал? И слава так встает, да, так вот, больше так никогда не делать, ты понял? И так, дрынь, 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 оказывается, фишка дворовая, вот, как во дворе играют вот эти пацаны, вот эти вот, у них не страшно, да, расстроен. И он, как бы, вот эту тему взял, уже актер, он же, и вот это вот, дрынь, вот это вот, в этот состояние, вот это души, вот это вот, что-то неправильно, что-то такое. А этот, я хотел поправить, произошел такой маленький легкий конфликт, это раз. А еще такой был момент очень сильный, у меня, со мной близник, я, значит, мы в городе Зеленодольск, насули выездной концерт, вот, ну, значит, а администратор Высоцкому говорит, говорит, Владимир Семенович, давай сокращаемся, мы не успеваем, два респорта, там, в три уже начало, а сейчас время уже часто, нам уже ехать 70 километров, давай, говорит, не 40 минут, а давай быстренько 30-20 минут, быстренько поиграем. Ну, мы, у нас был такой ансамбль шестеро молодых, вот, мы, значит, отыгрываем там свое отделение, там, скажем, 23 минут, и должны выйти с Высоцким. А перед этим конференцией что-то рассказывает, вот, я думаю, ну, пока там он рассказывает, конференцией, мы отыграли свою программу, ну, пойду-ка я покурю, я еще туда курил. Вот, и выхожу через главный ход, на ступеньке, и так, закуриваю. В этот момент ко мне подходят мужчины, там, говорит, слушай, ты же с Высоцким играешь, ну, да, играю. Ну, расскажи, как он, мужик-то, какой он, что? И в это секунду я срешу, дун-ду-ду-ду-ду, на братских могилах, а я-то здесь, барабанов-то нет, что делать-то? И я бегом туда, сколько есть силы. А уже первый куплет проехали, уже прошел. И вот, начинается второй, в этот момент у меня администратор дает пинка. В прямом смысле? Да, в прямом смысле, я вылетаю, и как-то он, я еще подлетел, подпрыгнул, и на суток, бас, туду-туду-туду-туду-туду-туду. И я вижу затылок Владимир Стивостовича, вот так вот, он так вот поворачивает, и так, ну, набрали. И еще такой момент, значит, два концерта мы отработали, значит, третий концерт, потом четвертый концерт, он говорит, кто свободный? А все заняты, мы аккомпанируем, нам заняты тоже. И у нас техники были, ну, кто аппаратуру там на силу, наставлял, Николай Брусов, вот. И он говорит, я свободный, Владимир Стивостович, иди-ка возьми бутылочку коньячков, вот, на 10 рублей, ну, это красный черик-то, вот это назывался, на 10 рублей, иди за коньячком. Белый айс, не забудь, не надо мне левый какой-то, вот, именно белый айс принеси. Тот ему приносит белый айс, а стакан один, вот, это все гримирование, все на моих глазах, он ему наливает, вот так, ну, давай, тот, бац, выпил, и себе наливает, вот так, чефиром, одна треть стакана, даже больше чуть-чуть, вот, это чай, заварка такая, и сверху коньяк, белый айс тут, бац, и вот такая, получается, 220 грамм, такая вот горочка, вот такая, с горочкой, и вот эту стаканюку, бах-бах, есть, ну, теперь можно петь. А Коля просто говорит, я Высоцкого видел всегда, да что ты видел, я с ним бухал, на этого ты же видишь, такой, да, еще, я говорю, Владимир Семенович, едем, молодежный центр, приехали, ну, как же, вот, я говорю, на улице мороз уже, такой, а что мороз, коньячку надо, и вот что, ништяк. Так, Сергей, ну, давайте вы что-нибудь нам тоже расскажете, интересно, с кем. Вы знаете, надо специально книгу, наверное, уже писать. Да, 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 да. Чего же Вы ждете, оперу? Вы знаете, так получилось, что профессиональная работа именно началась в 85-м году, я был студентом. Так. Совершенно случайно попадают ко мне на концертное выступление администраторы группы «Карнавал», они меня увидели на выступлении и пригласили в Москву. Я все бросаю, приезжаю в Москву, и мы знакомимся с Сашей 33 года назад. Да, да. Мы знакомимся и начинаем работать, готовить программу. В тот момент… Здесь был клавяренький такой. Да, у Саши Боев, вот такие длинные волосы. Как Анжела Дымит. Самый интересный момент. Какое интересное сравнение. Самый интересный момент, то, что… А у нее сейчас так же тоже. В тот момент Барыкина Александра не было. Они сдавали программу уже? Да, да. Сдавалась программа. Сдавалась программа. Пуссовет. 13 раз мы сдавались программу. Пуссовет не принимал программу. В Чёрность Крюсят попали. Барсина времени, воскресенье, карнавал, Крюст. И бесполезно, что бы ты ни делал. Мы уже переделали всю программу. Мы пели песни, типа, я никогда не видел такого чуда, там, или там, букет или еще. А тут, понимаете, и Ленин такой молодой, и юный, оттябрь пили. Вот переделали. И все равно не принимали. Да, да, да. Да, точно. Были такие моменты. Церковь небесный Кобзон приходил за нас. Четыре раза приходил и так, и сяк. Бесполезно. Это был 84-85 год, когда Андропов вот этого, Черненков был генеральный. Ну и вот результат. Получается, что в тот самый момент Барыкин присоединился к группе «Рок отрицей». Да, ушел в театр Ленинского Комсомола. И он как-то отдельно, видимо, с ними стал работать, но Саша решил сохранить коллективу. И говорит, я, говорит, мы 13 раз давали программу, я, говорит, замучился, мне и семью надо кормить, и денег. Я ухожу в театр. Какой театр? В Ленинком. Я в Ленинком все время постоянно ходил. Я говорю, а я что буду делать? А что хочешь, то и делай. Я говорю, знаешь, что? Вот он. Я соберу команду и поеду. Ну, езжай. Ну, и вот я и собрал. Вот собрали, стали снова работать. Потом он, это было, это было январь или декабрь 84-го года. В 85-м в мае месяце он вернулся, вернулся. И говорит, Саша, огромное тебе спасибо, это его были слова, за то, что ты сохранил коллектив. И вот мы, как бы... 19-й всемирный молодежь. Да, молодежный фестиваль был студентов в Москве в 85-м году. Да, 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 принимал. Все, и начались снова выступления, совместные, уже вместе с Барыкиным. Дальше получилось так. А давайте мы сохраним интригу, прервемся на информационный блок, а дальше вы нам все расскажете в подробностях. Да. Друзья, мы продолжаем, вот я вас перебил по-хамски, но мы продолжаем, Сергей, давайте расскажем. Что было дальше? Дальше, соответственно, были гастроли, их было много, были концерты, но так уж случилось, что в тот момент меня искала милиция. Так, вот это уже... Да, ну я же был студентом, и мне пришлось для того, чтобы работать в карнавале. С тех пор у вас сохранилась привычка носить очки, я так понимаю. Нет, очки я ношу, потому что очень много света, когда мы работаем на концертах, он слепит очень серьезно. Все ясно. И это уже профессиональный, профессиональный, чистый момент. Пришлось скрываться от милиции и от военкомата, потому что я перевелся на заочное, и меня искали. Меня искали, но меня все-таки нашли. Я пришел к Барыкиным, я говорю, Саша, надо что-то делать, потому что меня забирают в армию. Старичок, ну ты там сам решай как-то вопросы, да? Ну и что мне было делать? У меня был очень хороший знакомый, Матвей Анечкин, помните, была такая группа Круиз? Круиз. Да. Я пришел к нему и говорю, Матвей, выручай, нужно что-то делать каким-то образом. А зачем тебе карнавал? Давай к нам в Круиз. И я прихожу в Круиз и начинаю репетировать в Круизе. А там в этот момент уже не было. Монин куда-то делался, там был Гарина заглавного, гитарист Валера Гарина, Ефимов и Казанцев. Не, Федя, Федя, Федя. Федя, вот их трое и я четвертый. И мы начинаем репетировать программу Круиза. Я не понимаю, что я тут делаю. Вроде только что я был в карнавале, вот я уже в Круизе. Я уже с Круизом начинаю песню учить. Потом приходит ко мне Гарина, как-то мы на перекуре стоим и говорит, Слушай, ты же ведь поешь, да? Я говорю, да. Давай ты будешь просто играть и не пой, потому что я петь хочу. Я говорю, так ты же петь не умеешь. Ну а что, Кузьмин умеет петь, что ли? Нет, Кузьмин не умеет петь, поет. А Макаревич тоже не умеет петь, но поет. Я тоже хочу петь. Я говорю, ну пой, пой, пожалуйста. Я собрал свои вещи и уехал. После этого меня забрали в армию. Через два года после армии я вернулся, и мы снова встретились с Сашей. Но он уже в этот момент работал с Пугачевой. А я в это время стал работать с Чернавским. Была такая известная студия популярной музыки «Рекорд» в Москве. Через нее прошло огромное количество звезд. Там же появились «Ласковый май», там появился Сергей Крылов, Олег Газманов, Сергей Минаев, Леонтьев, группа «Класс». Далее оттуда вышли «Долина», «Глызин». Вот это вот целая плеяда звезд, которая там взращивалась. Также группа «Браво». Все это каждый день проходило сквозь уже нашу студию. И я, работая на этой студии, как композитор-аранжировщик, писал музыку уже для звезд. Дальше попал, совершенно случайно попал к Пугачевой. Пугачева меня пригласила к себе в театр. Эта история, я ее написал у себя, у меня есть на моем сайте бойкосергея.ру. Есть отрывок из книги, в котором я рассказываю, как это происходило. Но с Пугачевой у нас все-таки не срослось, потому что это уже был 92-й год. И тогда, если вы помните, были очень много пирамид типа МММ. Пугачева очень серьезно пострадала от властелины. Она вложила деньги в какой-то бизнес, который прогорел. И она, естественно, закрыла свой театр. Но, тем не менее, я все-таки успел попасть в театр, посмотрел, как он выглядит изнутри. И более интересная история. Вот Саша может рассказать о том, как с Пугачевой происходила ситуация через студию, в которой он работал. Да, но Алла Борисовна, глядя на нас, я уже говорил вначале, увидел, что мы новейшую аппаратуру купили. Очень интересно, по тем временам, в 87-м годах, начало ухода от Советского Союза к частой собственности, к корпоративу, вот эти открылись, мы открыли тоже корпоратив. И вступила в долю Алла Борисовна. Она дала Солнкрафт, 32-канальный пульт, и МС-16, 16-канальный магнитофон на широкой ленте. Это было что-то такое супер вообще, свою долю как бы. И мы, каждый внес свою долю. Вот, у меня там были всякие секвенсоры, ритм-машинки, я еще вживую там играл, подыгрывал. Вот, у Кальянова было там тоже что-то там. Вот, и мы стали набирать, у нас все звезды, все писались, с 88-го года все у нас писались. Вот, и он погорячился. Взял и пригласил еще Джуну. Ну, как Джуночка, ну ты будешь с нами тоже петь, вот мы будем все вместе это создавать. Вот, и в этот момент заходит Алла Борисовна, и понимает, что там Джуна сидит. И она говорит, ух, скотина. И уходит, что происходит. Ну, это как бы, они друг друга не переваривали. Это происходило постоянно, это было в течение каких-то там полугода, там 7-8. И вдруг у Кальянова уходит новая льба. Старое кафе, верные друзья. И они как бы решили это отметить. Ну, он меня тоже позовет. Ну, у Алла Борисовны на Тверской была квартира на шестом этаже, вот, где Майковская метро, если вы в Москву знаете. Да. Вот, и вот в этой квартире мы приходим с Кальяновым, садимся, все. И Джуна пришла, значит, все. Ну, Алла на нее так посмотрела. Ну, и, значит, тут тосты, вот, наш, объединяет наш друг Александр Кальянов нас объединил. Давайте выпьем за его, выход его пластинки, за его альбом. И пожелаем всем здоровья. И за то, что, наконец-то, это Джуна говорит. А в том числе у Аллы Пугачевой в квартире. И, наконец-то, за то, что все-таки моя нога переступила порог этого дома. Алла в этот момент так держит и говорит, как переступила, так и выступит. А ты вообще молча, тебя не спрашивают, сказала Джуна в этот момент, что и понеслась Чукалова. Значит, началась драка. В конечном итоге, в конечном итоге, значит, Джуна ударила я по лицу. Ну, почему, такой фингал, она две недели сидела дома. А Кальянов сидел дома целую неделю и не выходил, и говорил, ну, я натворил, ну, я натворил. Что же делать, ну, я натворил. То есть, вот это было в жизни такой караул. Ну, потом все подружились и все, ну, они так и не сошлись. Ну, Алла Борисовна, конечно, правильно, она не считает ее певицей, она не певица. Ну, какая она певица. Певица, это отдельная, естественная ревнивка, видимо, какая-то была. А Джуна не считает Алла Борисовым певицей? Да, да. А у них, конечно, как коса на камеру нашла, такая тема. Вот это произошло, вот это состояние такое. Ну, это естественный процесс, но это было очень смешно. Ну, Алла Борисовна, да, вы знаете, Алла Борисовна, она любит закрывать всегда любое мероприятие на себе. Вот ситуация была однажды во Дворце молодежи, когда там проходил какой-то слет артистов. Представьте себе зал, в котором одновременно находится 200 известных человек. 200 артистов, ведущих, телеведущих, кинозвезд, все буквально. Ну, единственное, может быть, кого там не было, там зон только не приехал. И центральные столы, все это накрыла фирма АСКО. В середине сидит Алла Борисовна Пугачева, напротив нее сидит Антонов, здесь сидит Добрынин, еще кто-то, Игорь Кириллов, наш известный телеведущий. Ну, совершенно такое вот огромное количество звезд. И вдруг, видимо, что-то ей не понравилось, потому что кто-то включил, а в тот момент у нее был роман с Кузьминым, кто-то зачем-то включил фоновую музыку, вот песню, помните? Когда меня ты позовешь? Да, да, да. И она так загрустила, загрустила, и что-то так ручку раз, и ударилась лицом об стол. Крик такой, нога! Моментально все артисты разбегаются в разные стороны, раздвигаются все столы, появляется диван в середине зала, Алла Борисовна лежит уже на диване, это надо видеть, просто такое ощущение, что идет все по сценарию. Кто-то хватает камеру, начинает это все снимать, артисты вот так вот бегают, Кормухина прибежала, тут Крис Кирме, Навая Макаревич, все начинают ее обдувать, кто-то ей ножку умнет. И она такая, заканчиваем мероприятие, быстрее, я хочу уйти! И невозможно понять, то ли это правда, то ли это игра. Кто-то снимает на камеру, кричат, выключи камеру! Буквально целая толпа хватает этого человека с камерой. Камера падает, выскакивает кассета, какой-то мужчина хватает эту кассету, Борисовна продолжает лежать на диване, и бежит вот так вот по этажам вокруг. Его начинают ловить, и один из гостей говорит, сейчас мы его поймаем! Достает револьвер и начинает стрелять, а это газовый револьвер просто вот тем самым местом, где лежит Алла Борисовна Пугачева, выстреливает, и весь зал покрывается вот этим вот слезоточивым газом. Это надо было видеть! Сейчас Тарантино записывает! Я серьезно вам говорю, это сценарий, который вот... Потом говорят все-таки, что это все-таки сделала она. Она таким образом закрыла вечер, который ей не понравился. После этого ее унесли из зала, все закрылось, всех потом позакрывали в разных кабинетах, и вечер прекратился. Вот так вот закрывает Алла Борисовна любой мероприятие, если есть что-то не так. Это легенда, серьезно. Ну, вот эта вот история, конечно, с револьвером, кстати, там все живы остались. Все живы, все нормально, все в порядке, никто не пострадал. Да, ну, скандальчики. 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 Так, скандальчики еще с кем-нибудь было? Какие-то... Да много всего было, за столько лет, что не упомнился. Просто у вас какие-то истории такие. Да, много всего. Гастрольная жизнь. Гастрольная жизнь. То там, то здесь, то еще что-то такое, знаете. Да. Не могу не спросить, почему вот те года 70-80-е, почему столько, огромное количество хитов? Ну, потому что... В чем секрет? Начнем с того, что раньше было как? Прежде всего была мелодия. Ну, и писали и текст на мелодию, и музыку на текст писали. Да, и авторы были более классные. Ну, и авторы, да, понимаете, было вот это чувство, вот это вот, чувство внутреннее, понимаете, как бы, не лирики, как правильно сказать, ну, там, любовь. Душа, душевная музыка, понимаете. А сейчас кнопку включил компьютер, и так, что-то такое, знаете, рэп какой-то, и даже сейчас я вот слушаю, говорю, что поет-то, о чем? Ну, вроде на русском языке, у меня дочь, говорит, вот папа, послушай, я слушаю. Там, где-то тебя хочу, так, ладно, что сказал, зачем, почему? А где мелодия? Мелодия нет. Какой-то идет рэп вот этот, и столько непонятно. Не, может быть, это молодежь, и это здорово, может быть, это хорошо. Ну, для меня, прежде всего, это душа, наверное, в музыке. Я могу тоже объяснить это вот с точки зрения композитора, как я это вижу. Нас учили очень на хорошей музыке, не только на классике. Нам показывали лучшее, и мы на этом лучшем учились. Мы впитывали самый сок той самой музыки, которая давала возможность. И то, что писалось тогда, оно писалось именно вот, соответствовало тому времени настолько, что оно пережило эти вот годы, вот прошли, а музыка как будто осталась, вот она как вечная. Все сейчас то, что делается, это да, хит, хит на месяц, хит на два, хит на сезон, понимаете? А сейчас люди действительно, вот как Саша говорит, технологически, нажал кнопку, записал. Сейчас у любого есть дома компьютер, он может сидеть и писать, но он не профессионал, он не умеет это делать. То есть человек может научиться делать табуретки, но писать музыку дано не каждому. Вот в этом весь секрет, потому что слишком много композиторов не бывает. Могу сказать, как барабанщик. Обязательно расскажете, но как-нибудь в следующий раз будет повод приехать еще раз. Друзья, слушайте хорошую музыку. Напоминаем, что у нас в гостях были легенды ВИА 70-80-х годов, Александр Акинин и Сергей Бойко. Спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо.